Всем привет! Это видео будет полезно только для тех, у кого на компьютере меньше 4 гигабайт оперативной памяти. Оказалось, что мало кто знает, что Windows может почти вдвое сжимать загруженные в оперативную память данные. Мало кто знает, как включить сжатие и увеличить объем оперативки для использования. А еще в этом видео я расскажу, как одним кликом можно выгрузить из оперативной памяти все, что не нужно. Ну а спонсор сегодняшнего выпуска утилита RecOrganizer. Программа поможет с очисткой Windows от ненужных данных. Ее предыдущих версий и ненужных обновлений. А также всего того, что долго лежит на диске, занимая полезное дисковое пространство. Она поможет эффективно оптимизировать загрузку компьютера. Оптимизация производится за счет отключения ненужных процессов автозагрузки, а запуск нужных процессов можно распределить по времени. Результат этой оптимизации вы сможете увидеть на диаграмме до и после. С помощью инструмента для удаления программ можно избавиться не только от ненужных приложений, но от их хвостов, которые остаются на диске после обычного удаления. И это еще не все возможности RecOrganizer. Скачать и попробовать ее вы можете по ссылке в описании. В базовой версии она имеет неограниченный по времени пробный период, так что можете пользоваться. Показывать я все буду на Windows 7 и Windows 10. Итак, у меня есть операционная система Windows 10, в которой есть 8 гигабайт оперативной памяти. И для наглядности я еще буду использовать Windows 7. Вот у нас здесь 3 гигабайта установленной АЗУ. Итак, в данном случае есть вот такие вот у нас характеристики. Есть у нас семерка, есть у нас десятка. Это видео будет интересовать тех, у кого более старые компьютеры и тех, у кого установлено малое количество оперативной памяти. Давайте будем вместе с вами разбираться. Ну и первое, что вам нужно будет, это нажать кнопку пуск и здесь прям в поиске вписать службы. В данном случае здесь вы перейдете в раздел службы. Вот сюда можно будет прям нажать. И соответственно у вас откроются все службы, которые есть на вашем компьютере. Можете даже открыть их на весь экран, чтобы было немножко понятнее. Далее нам нужно будет найти службу, которая раньше называлась SuperFetch. То есть для семерки и восьмерки и первых версий десяток это будет название SuperFetch. В последних версиях уже десятки, там уже будет название SysMine. И в нашем случае мы ищем на английском название вот такое вот SuperFetch. Обратите внимание, у меня эта служба отключена, но в принципе у некоторых она может быть как включена, как отключена. Очень многие в видео рекомендуют эту службу по оптимизации компьютера, по оптимизации удаления лишних служб. Многие рекомендуют отключать эту самую службу, но есть несколько но. Я тоже, кстати, рекомендовал отключать эту службу, но только в одном случае. Если у вас очень сильно тормозит диск. То есть если вы заходите в диспетчер задач и видите, что у вас по диску очень-очень медленная скорость. То есть заходим в быстродействие, здесь нажимаем монитор ресурсов и далее в мониторе ресурсов мы переключаемся на вкладку диск. Если вдруг у вас тут диск постоянно загружен на 100%, то есть можно выставить в принципе процент времени вот здесь вот посмотреть, сколько у вас нагружается диск. То, соответственно, у вас может быть проблема с диском. Диск тормознутый и из-за того, что он тормознутый, все, что из него перекачивается в оперативную память, а еще и в сжатом виде, если это происходит, то диск начинает очень дико тормозить и диск начинает быть нагруженным практически всегда на 100%. Вот у тех, у кого проблема с диском, эту службу ни в коем случае не включаем. У тех, у кого нет проблем с диском, в принципе, можете спокойно включать эту службу, так как она будет сжимать все данные, которые будут поступать к вам в оперативную память. Соответственно, оперативной памяти будет расходоваться меньше. И обратите внимание, что у меня всего здесь 3 гигабайта. Если я сверну вот это окошко, у меня здесь есть индикатор, насколько у меня суммарно занята оперативная память. И еще плюс у меня включен сейчас браузер с моим открытым сайтом. То есть у меня используется под винду и под браузер, под диспетчер устройств и открытые службы всего лишь 1,5 гигабайта оперативки. Для семерки, в принципе, это нормальное явление. Но представьте, если у вас еще пару программок вы запускаете, то у вас оперативка становится полностью забитая. И вот в данном случае, чтобы происходило сжатие тех данных, которые поступают вам в оперативку, вам нужно будет включить эту самую службу. Делается это очень легко. Нажимаем правой кнопкой, здесь заходим в раздел свойства. Здесь включаем автоматически отложенный запуск. И далее вот здесь нажимаем кнопку применить. После того, как вы применили автоматически отложенный запуск, нажимаем кнопку запустить. Эта служба после запуска будет запущена. И вы здесь увидите, что она работает. Теперь показываю, как это будет происходить вообще на Windows 10. Переключаемся на десятку. Здесь все, в принципе, то же самое. В поиске забиваем службы. Здесь загружаем службы. Открываются у нас совершенно те же самые службы. Но в новых версиях десятки и в Windows 11 эта служба будет называться SysMine. То есть раньше она называлась SuperFetch. И в старых версиях десятки вы ее ищите под названием SuperFetch. В любом случае оба названия на S. Но, как вы видите, описание одно и то же самое. И здесь делайте то же самое. Нажимаем кнопку свойства. Здесь выбираем автоматически отложенный запуск. Если вы не хотите, чтобы эта служба у вас включалась только после полной загрузки операционной системы, можете, в принципе, выбрать автоматически просто, без отложенной загрузки. Нажимаем кнопку применить и нажимаем кнопку запустить. Таким образом, все, что будет поступать в оперативную память, те данные, которые поступают оттуда с вашего системного диска, это все будет сжиматься. И, естественно, сжатие для разных типов файлов, для разных типов программ, оно будет совершенно разное. Одно единственное, что я точно вам могу сказать, что вот это само сжатие, оно практически никак не влияет на производительность системы. Возможно, производительность системы по некоторым бетчморкам там опустится на несколько баллов, что вообще даже не является погрешностью. То есть, в принципе, можете спокойно это включать. И поверьте, у тех, у кого маленькое количество оперативной памяти, вот это самое включение, сжатие данных в оперативной памяти, оно довольно-таки высвободит много свободного места в оперативке, которая у вас есть. Если тебе нужен оригинальный ключ для Windows 10 Pro с народной ценой в 1500 рублей или 20 баксов, который можно использовать безлимитно на одном компьютере в любой стране на любом языке, то ищи ссылку в описании под этим видео. Навсегда забудь о проблемах с активацией и тормозах пирата. Подтверждение моих слов можешь перейти в группу спецкомп, в раздел товары, вот здесь есть такой товар, и посмотреть более 1200 отзывов от покупателей за последние 4 года. Более подробную информацию о ключах вы сможете узнать в описании товара, нажав на надпись «Показать полностью». Здесь написано, как купить ключ, как получить его максимально быстро, что это за ключи, где мы их берем и почему они такие дешевые. Не забываем, что ключ можно заказать из любых стран удобным для вас способом. Следующее, что можно сделать, опять-таки, для тех, у кого оперативки мало, и у вас она постоянно перезагруженная, то есть вы открываете много окон, вам приходится пользоваться различными программами одновременно, то есть еще одна программулина, которая имеет другой эффект. Она позволяет удалять все то, что находится в памяти, неиспользуемое. И это есть в моей статье на моем сайте, который называется «Превращаем старый ПК в ракету». Было, кстати, видео по этой теме отдельно. Если хотите, можете это видео посмотреть, там я более подробно рассказываю за эту программу. В данном случае находим вот такую вот ссылку «MemReduct». Просто скачиваете программку, она на самом деле довольно-таки маленькая. Подходит она, в принципе, для любых операционных систем, которые могут быть использованы на ваших компьютерах. И, естественно, работать этот «MemReduct» будет лучше всего у тех, у кого малое количество оперативной памяти. Хотя, в принципе, даже если у вас 8, 16, 32 гигабайта оперативки, и у вас постоянно она долбится под сотку, в принципе, можно использовать эту программу, чтобы выгружать все ненужное, что было в нее загружено. Итак, запускаем программу. Здесь есть две папки для 32-битных систем и 64-битных. Естественно, чаще всего те, кто использует операционные системы, у кого малые оперативки, у них 32-битные системы. Но бывает и так, что 64-шка. В моем случае это виртуальная машина, а она у меня на 64-битах. Поэтому я выбираю 64-битку и запускаю вот этот вот файлик «memReduct.exe». Такой же файлик есть и для 32-биток. Если вы не знаете, какая у вас операционная система, вы можете вот здесь нажать кнопку «Свойства» и посмотреть, что именно у вас за компьютер, сколько у вас бит. У меня 64, у вас здесь может быть написано по-другому. Запускаем эту программу. Естественно, она должна будет запускаться от имени администратора, поэтому разрешаем ей. Кстати, видите, вышла новая версия программы. Вы можете, в принципе, ее скачать и установить уже обновленную версию, если вам это вдруг надо. Мне это не надо, я просто хочу вам показать, как это все дело работает. Видите, что у меня используется 55%, и вот этот значок, он отображает то же самое. То есть в данном случае здесь все очень просто. У вас вот эта программка, она всегда будет висеть в трее, вот здесь вот. И в любой момент вы можете нажать на эту программу и нажать кнопку «Очистить память». Обратите внимание, он предупреждает, что уверены, что вы хотите очистить память. Если вы не хотите, чтобы это окошко более появлялось, у вас нажимаем вот эту галочку и нажимаем кнопку «Ок». Обратите внимание, что у меня было выгружено 334 мегабайта. Почему так мало? Да потому что, в принципе, у меня на этом компьютере ничего не было и открыто. У меня был открыт один единственный браузер с моим сайтом. Вот, кстати, то, что было лишнее уже в этом браузере, оно было полностью выгружено. Но, как вы видите, все нормально, продолжает работать. Кроме того, у меня ранее были запущены тот же самый панель управления. И все то, что было ранее запущено, она все равно продолжает висеть в оперативке. Так вот, если у вас мало оперативки, эта программа в любой момент сможет вам выгрузить все то, что на данный момент не используется. Повлиять как-то на работу вашего компьютера это не повлияет. Поэтому в любой момент, если видите, что ваш компьютер занимает уже 100% вашей оперативки, то, соответственно, вы нажимаете кнопку «Очистить память» и все у вас будет хорошо. Вот в моем случае я уже умудрился опустить до 40% выделения оперативной памяти, чтобы все то, что даже загружалось при загрузке винды, не использовалось сейчас, потому что оно мне уже не нужно. Вот такая вот чудо-программка, которая выгружает память. Но, в принципе, эта же программка, она может работать и на этой операционной системе, на восьмерке, на десятке, на одиннадцатке, где угодно. И тут уже, в принципе, объемы оперативной памяти сильно влиять не будут. Давайте покажу, как можно будет, вот, например, сейчас у меня здесь занято 4,2 гигабайта оперативной памяти, сколько эта программка сможет выгрузить здесь. Кстати, обратите внимание, что эта программа не скачивается, если у вас установлена десятка с включенным защитником. То есть в данном случае нажимаю программку, пытается оно ее скачать, но ничего не выходит. Почему? Потому что она вмешивается в работу, в системную работу, и защитник Windows считает, что это какая-то зараза. Хотя ничего заразного в этой программе нет. Поэтому, если у вас есть защитник, тогда открывайте его, переходите в раздел «Защита от вирусов и угроз». Здесь переходим в «Управление настройками параметров защиты». Здесь вот эту галочку меняем, нажимаем «Да». Пока что временно сворачиваем, нажимаем кнопочку «Скачать». Итак, закачал программку, вот она у меня. Опять-таки здесь есть у нас 64-битная версия. Скидываю ее на рабочий стол. И давайте посмотрим, что здесь сможет она сделать. Запускаю эту программу, в принципе, все на этом. Программа у нас запущена. Теперь смотрим. На данный момент 4,5 гигабайта у нас выделяется. Нажимаем на кнопочку «Очистить память». Нажимаем «Ок». Смотрим, сколько сейчас эта программка сможет нам очистить. Обратите внимание, что эта программка здесь хорошо почистила память. И на целых 1,1 гигабайта удалось почистить оперативку. Немножко, конечно, сейчас десятка опять подтянет себе оперативки, потому что она жрущая. Но в данном случае вы видите, что уже у меня занимает чуть ли не в 2 раза меньше, чем занимала. 2,2 начала занимать, а занимала 4,5. Вот такая вот очистка оперативной памяти, даже если у вас памяти много. Причем теперь, даже если вы включите защитник Windows, защитник в реальном времени, обратите внимание, что программа нормально продолжает работать. Никаких проблем с ней нет. Нажимаем «Очистить память». «Ок». Все прекрасно очищается, все прекрасно выделяется, никаких проблем и с программой вообще проблем нет. Можете проверить ее на VirusTotal и ничего страшного в этой проге нет. Вот такая вот была информация о том, что вы на вашем компьютере можете включить сжатие данных, которые поступают в оперативную память. Ну а кроме сжатия данных, вы можете использовать программку MemReduct, которая может удалять все то, что не нужно в оперативной памяти, чтобы освобождать вам новую оперативную память под те действия, которые вам необходимы. Надеюсь, это видео было полезное и интересное. Надеюсь, теперь вы сможете классно управляться с вашей оперативной памяти, даже если у вас ее немного. Не забывайте о том, что у меня на канале есть целая куча других интересных видео по поводу настройки операционной системы Windows, по поводу настройки Android смартфонов. Ну а также сейчас вышел новый блок новостной на канале, который рассказывает о новых IT-новостях. Переходите, смотрите видео, возможно, вам что-то понравится. Не забывайте о том, что вы можете подписаться на канал. Ну а если нравится все, зовите своих друзей, пишите что-нибудь в комментариях, ставьте лайки, дизлайки, в общем, творите что хотите. На этом всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok